Всем приветик дорогие друзья с вами Роджен и сегодня у нас будет битва ботов вы видели уже сражение сильнейших ботов если не видели то я напоминаю всегда справа сверху высвечивается подсказочка которая позволяет вам пересмотреть то что я рекомендую ну а сейчас конечно европейцев увы слабых ставить смысла нет то есть я бы вычеркнул бы отсюда например филиппа и крысу потому что но это просто кошмар поэтому чтобы уравнять шансы мы поставим более крутых соперников так что кабан своего уникального цвета калиф теперь дальше кто тут у нас а вот вопрос кого поставить давайте наверно султан не не султан змей султан после этого у нас будет назир вот так красиво почему что вообще делает назир слабых арабах какого черта собственно ребят а просто арабов на самом деле шесть так что три сильных это вот уже были арабы ну теперь три слабых ну как бы назира и будем относить к слабым и дабы сравнять шансы я разместил здесь вообще-то кабана вместо филиппа даже вместо крысы дабы просто сравнять шансы потому что иначе битва будет супер неинтересной и поверьте мне она вам вообще не понравится ладно наверное хватит разговоров давайте будем размещать наших суперничков только вот вопрос куда так сейчас подумаем подождите аббат наверное у нас наверх идет султан у нас будет хотя бы против против сюда стоять назир по центру калиф здесь да то есть калиф против змей кабан против назира аббат против султана в принципе я скажу вам адекватно нормально да и наверное будет битва хорошая я пытался проверять с крысы с филиппом скажу вам сразу эта битва просто неадекватно вот и все поэтому сейчас я надеюсь на отличную великолепную битву поехали впрочем 130 скорость здесь у нас змей с четвертым замком кабан замком 8 аббат не помню какой вроде бы 6 ну вот здесь вот рвом огромным султан не важно какой в принципе просто замок но там на самом деле у по-моему 1 или 2 башни ну чтобы особо сильно его замок не оскорблять скажем так и где-то барбаканчик есть назир с огромнейшим замком калиф как можно меньше башен в его замке потому что ну в принципе это более-менее нормальный замк нет конечно есть еще с внешней стеной но поверьте мне здесь и так надо крестоносцам преимущество хоть какое-то давать потому что крестоносцы если были бы с филиппом из крысы это забейте змея начала уже свою атаку в принципе такого то вопрос кого ну скорее всего они будут дрессировать султана я так думаю поэтому мы смотрим на атаку змеи против султана здесь кстати говоря у назира есть огневые баллисты которые в принципе всю эту армию наполовину разрубят даже наверное просто всю армию вообще разрубит и да назировские лучники уже побежали защищать оазис и как вы понимаете вся так змеи полностью провалилась не тут конечно бегут работяги но вы понимаете что этот работяга один он еле-еле до садика добежал не говоря назир тоже что-то тут делать своими ассасинами скорее всего это какая-то дичь не более того змея уже напрягает своими рабами здесь у нас арабские лучники господина калипа которые тоже пытаются что-то сделать то есть змея будет воевать за азис в принципе нормально кабан будет воевать за азис своими работягами на арбалетчиках ну естественно у нас имеется аббат который будет катапультами выбивать султаны вопрос лишь том выбьет ли он его потому что он может его и не выбить ну вы знаете что у султана в принципе хоть и слабо раб но любой араб нанимает мечников и да султан Унимать мечников в любом случае Поэтому мечникам будет Очень легко справиться с монахами Скажу я вам честно Хотя монахи это вообще очень неадекватные существа Но так как у султана лучников не особо много То вы видите как монахи в легкую проходят к каменоломне И ломают одну каменоломню И да еще одна армия монахов идет на каменоломню Вообще идет армия монахов просто к султану В гости Охренеть То есть они просто зайдут сейчас в замок Просто зайдут Хорошо Они просто заходят в замок Ну да потому что арабские мечники очень сильные Естественно ничего не добиваются Но я скажу вам Они здесь нормально поломали И нормально в принципе напрягли При этом нам еще нужно будет смотреть на кабановские катапульты Которые тоже в принципе атакуют Сюда же султана И на катапульты змея Которые тоже атакуют Вообще все атаки будут идти через Назира Назир будет все эти атаки закрывать к чертям собачьим Ах да у Назира из-за того что большой замок И нет у него ни одного замка Который вот этот вот камень не мешал бы которому Или руда То есть в принципе у Назира хороший замок Потому что Барбакан очень близко находится к сырью И Ну то есть Назиру нормально поверьте Это хороший замок Адекватный Не будет же бота атаковать этот задний барбакан Потому что это же надо еще Очень много всего сделать В общем у нас тут калиф атакует Змей пытается отбиваться от калифа Кстати говоря у змея тут в принципе реально хорошие проблемы Потому что дрессируют змея нехило Тут у нас по амбару проблемы Ну у змеи есть деньги конечно Но извините меня Если выведется такой вот амбар большой Посмотрите насколько большой Будет боль Ну башню не знаю выбьет ли или нет Но калиф в принципе поставил одну огневую баллисту И она пытается что-то сделать Огневая баллиста все Ну и конные лучники тоже в принципе все Не ну конечно баллисточка немножечко кого-то уничтожает Но тут пришел мистер копейщик И сказал что баллиста больше никого уничтожать не будет Калиф кстати говоря своими рабами побежал И да все его рабы умерли Но тут еще есть арабские пищники Которые пока ничего не делают Змея атакует параллельно ко всему Не знаю хороший ли это или не хороший ли это вариант Минус амбару змея Змея поставил амбар закупив туда еды Но это все дичь И мечники ничего особо не сделали Мы посмотрим на более-менее атаку кабана Ну или что это я не знаю Но наверное это все-таки атака кабана Хотя не это защита Не-не-не бру Это ребят защита оазиса Защита оазиса против назировских лучников И давайте наверное немножечко посмотрим на деньги Потому что арабы очень жестко расходуют бабки У нас тут араб без развития полностью Это султан который чисто на налогах сидит И араб которому его денег вообще недостаточно Это калиф 10 тысяч калиф уже потратил Султан 35 но это логично Назир 28 Назир в принципе нормально будет выкапливаться Тут у нас есть хранитель денег Это особая история Мы даже не будем на его деньги смотреть В принципе он постоянно будет при деньгах Тут у нас еще интересует кабан У которого 26 тысяч денег Да кабан кстати говоря атакует Атакует скорее всего султан А нифига себе султана пробил аббат Слушай а я в это время пока тут не смотрел Уже султана аббат пробил Давай наверное вот так вот буду делать Для вас специально И скорее всего это минус султан ребят Ну типа такое количество пехотин А нет Нихрена себе Мечники арабские в такой компрессии Отбили компрессию пехотинцев Не ну тут плюс 5 там 0 Почтительности Поэтому ладно Еще поверю Но это действительно какая-то жесть Не это было очень сильно От кабана это было реально очень сильно Он мог сейчас просто султана внести И заработать себе Ну почти 8 тысяч денег Если не 8 тысяч денег Это реально очень сильно Что у нас здесь А здесь у нас змей кстати говоря Пытается своими лучниками Обработать калифа И да у него хорошо получается Ну это конечно арабские мечники Нормально этих лучников уничтожают Вот еще Азасины работают Дополнительно по змею Кстати говоря змея первым Скорее всего 3 этих араба Будут уничтожать Я еще думаю тут султан будет еще атаковать Подождите еще султан будет атаковать Я убежден что он будет атаковать Это еще не все Ну в любом случае он накопится Ну типа не так же просто Его будет напрягать Да О кстати смотрите он уже атакует Подожди А он атакует Аббата Батик-абатик улетучивается Ну, в общем, короче, у Абата улетучивается две катапы сейчас на данный момент времени Базовые пехотинцы кабана пытаются что-то сделать арабским лучником и дохнут Но тут еще есть арабские мечники Султана, которые... Я, в принципе, не могу понять, что они делают Но как бы пока что мистер Султан теряет своих арабских лучников И да, прибежали прачники Прачники просто изничтожают арбалетчиков под арабскими лучниками Назира Назир пытается атаковать, если говоря У Назира будет хорошая атака по змее, скорее всего Давайте, наверное, с этой стороны будем смотреть Да, пошла атака по змее И, кстати говоря... Слушай, тут такое ощущение, что еще и по кабану атака идет Ну, ладно, ничего страшного Калиф будет атаковать змею Давайте посмотрим на эту атаку Калиф реально будет махаться со змеей Что у нас здесь? Потому что очень-очень быстро они атакуют Так как боты не такие уж и сложные Они атакуют реально очень быстро Здесь у нас три катапольта Скорее всего, будет уничтожать мистера Султана А здесь у нас атака Калифа Кстати говоря, по-моему, конницу он уже слил Но это была напрягающая конница или атакующая Ну, в принципе, вы поняли Он уже ее слил Войск змеи, это вообще не проблема И да, тут не так уж и много арабских мечников Ну, тут есть и арабские лучники тоже Арабские лучники, в принципе, что-то будут пытаться делать с европейцами Европейцев они уничтожат А вот вопрос в том, что будут делать арабские мечники Арабских мечников еще пока что слишком мало И тут минус три почтительности, которые им урон занижают, если что, на всякий случай А, кстати, ассасины, смотри, а куда они идут? Они идут уничтожать Смотри, каменоломни Они идут уничтожить каменоломни, скорее всего, удастся уничтожить одну каменоломню Точно И остальные ассасины умрут Все Они у меня полувидимые, потому что это небольшой баг Или же даже просто сделано для удобства АФК режима На самом деле, реально удобно Вы видите ассасинов, но при этом боты их не видят Так что, ребят, все в порядке Ассасины не были видны Для нас они видны И это очень классно, что мы видим перемещение ассасинов И сколько их Вообще великолепно Здесь арбалетчики с лучниками Аббата что-то пытаются сделать И, кстати говоря, Аббат уже начал атаковать еще европейскими лучниками Султана У Султана вообще лучников зеро То есть Султан такое ощущение, что вообще не атакует Его просто бьют, как мальчика для битья Я потом вам покажу деньги кабанам И потом это обсудим Потому что сейчас, мне кажется, Султану реально нужно прям защищаться Пересыхает источник А, здесь у Султана, господа Скорее всего, эта армия зайдет к Султану и уничтожит его Без вариантов Да Не тому деньги достались Потом прокомментирую Послушаем Султана Так, и давай мистер Аббат Черт, меня всегда прикололи эти фразы Аббата В общем, не тому деньги достались Вот эти вот 7 тысяч, которые выпали с Султана Лучше бы достались или кабану, или змее Сейчас объясню почему У нас кабан постоянно понижается по деньгам Змеи очень сильно вообще прям напрягают Змея здесь мальчик для битья Но у Назира денег нет У Калифа денег, в принципе, тоже заканчиваются Так что 3 на 2 пока что, скажу я вам, не так просто кажется Но почему-то я уверен, что арабы еще дадут о себе знать И да, не так уж и много шансов остается Потому что если у Калифа деньги закончатся То Назир в Соло своими ассасинами, ну никого не вынесет Ну серьезно Но он будет атаковать, да, там Не высовывая будет атаковать, серьезно Потому что Назира дешевые войска Ассасин не так дорого стоит И у него очень хорошее производство по хлебу Ну, по сырью не так уж и много Но у него сырье открыто То есть, если вы внимательно посмотрите У него реально сырье здесь открыто Единственное, вот это хренья не добывается Но сырье у него открыто Камень здесь добывается очень быстро Железо очень быстро сюда приносится Если это необходимо То есть, все шикарно Кстати, Кабан атакует И Кабан атакует, скорее всего, Калифа Да, потому что у Калифа меньше армии Правильно? Да, у Калифа просто меньше армии У ВИД-194-197 То есть, все вообще великолепно И всех-всех-всех пехотинцев Просто выпаливают к чертям собачьим Также Змея сейчас будет атаковать, наверное, Калифа И Батика Батика тоже уже пришел атаковать Калифа И да, европейские лучники Сейчас будут перестреливаться с арабскими Я просто к тому, что у арабов есть Бот, ну немножечко Нифига он не слабый Он сильный, реально Очень сильный И как бы этот Назир Ну, не настолько суперсильный, конечно Но с этими ботами, мне кажется, он справится Вполне То есть, пока что Султана убили, в принципе, по делу Потому что он реально слабый За остальных я не уверен Но сейчас Аббат просто Из-за того, что идет через Назира Он теряет все-всю-всю свою армию Вообще всю свою армию Ну, тут чуть-чуть, конечно, ассасинов он немножечко перережет Это все Это максимум, чего он добился У Кабана есть арбалетчики, которые тоже пытаются сделать Здесь ассасинонапрягающий сосуд Змея пошел атаковать Кстати говоря, будет атаковать Калифа Это вообще великолепно Для Змеи Потому что нужно сейчас, во-первых, убивать войска Мистера Назира Во-вторых, нужно будет как-то с Калифом что-то делать Здесь у нас копейщики просто дохли Копейщики просто сдохли Ближней армии у Змеи больше нет Осталось только вот эти вот арабские лучники Хорошо, пусть они стоят Лестничники Да, в принципе, плевать Лестничников особо сильно Нет, даже не оценивать там 4 золота Хотя, я не знаю Лучше на нее цепешки Ну, по-моему, ХП... А, нет, 20 золота Ладно, там 20 золота на лестничников Ну, в принципе, да Змея их просто так бесплатно отдал Калиф атакует, кстати говоря, в ответочку И сейчас, я думаю, арабские лучники То есть европейские лучники Очень сильно перережут конницу Я думал, что они перережут Нет, ребят, конница слишком сильна Она просто атакует вот так вот на ходу А лучники не могут их атаковать Из-за того, что здесь поставлены Кое-какие здания Да, скорее всего, сейчас будет атака по Змее Не знаю, будет ли атака... Да, Назира атака по Змее Ребята, это синхронизированная атака Назира и Калифа Мне вот вопрос только Здесь три Катапы Три Катапы атакуют, кстати говоря, Назира Это очень хорошо Но три Катапы просто избавляются Ассасинами от каких-либо мучений Поэтому... Да, Змей уже начал немножечко посасывать Поэтому ему надо срочно помощь Потому что он только-только атаковал Ему нужно нанять копейщиков очень много Конница, как вы понимаете, сдохла И здесь Катапа работает по Амбару Амбар, скорее всего, тоже сдох Без шансов Змею наниматься я не знаю на что Все Змеей наниматься будет тут прям никак Уничтожена башня Ребят, как будет плохо Тут Барбакану чуть-чуть осталось И, в принципе, арабских мечников здесь много Да, тут пока, наверное, Калиф не сможет Хотя хрен его знает Так арабские мечники легко прорываются на цитадель Цитадель... Слушай, они просто заходят и уничтожают змея Вау, неплохо Я хотел стать твоим союзником Поверь мне Вау И он, кстати, денег получает Я побеждаю всех! Придет и твой черед! Вот так вот Разменялись, ребятки Разменялись Но у нас, у Назира, деньги закончились У Калифа 24 тысячи! Если бы убил Назир Это не страшно Вот Калиф Это страшно, ребят Потому что теперь у Калифа 24 тысячи денег еще И да, он может наняться И, ребят, ну, конечно, Кабан Здесь опишет денег Но! Теперь его напрягают Баристы, Катапульты Теперь будет Кабану больно Теперь, скорее всего, еще Назирчик сейчас будет напрягать Ой, как будет больно Вопрос в том Сможет ли Аббатик в это время помочь Мистеру Кабану хоть чем-то? Это вот вопрос хороший И нужно, наверное, этот вопросик было бы задавать Вот прямо сейчас Потому что Назир решил атаковать Вопрос кого? Кабана или Аббата? Я думаю, за денег это будет Кабан Ну и за воинов Это тоже будет Кабан Без вариантов Это будет Кабан Очень много арбалетчиков у Кабана Но... А не, блин, он нормально так высекает Этих все-таки ассасинов Но не сразу Ай, как вы, блин, страдаете, ребята Ребята страдают Жесть Отвоеван Барбакан Скорее всего, сейчас будет забираться Назир своей ассасиновой армией К Кабану в замок Да, это было легко Отвоевали Барбакан У Калифа У Калифа у Кабана замок теперь закрыт Все великолепно Шесть тысяч денег И, кстати, смотрите Кого начал атаковать Мистер Аббат Ребята, это расстрел Потихонечку идет У мистера Назира Это неплохо Слушай, ну если они поправят экономику Мистера Назира У которого ноль экономики Ноль И нужно убить вот этих базовых Арабских лучников Ой-ой-ой-ой-ой А теперь-то проблема у Назира Ребята А что делать-то Теперь-то он слабый А Кабан Атакует Посмотри, кого А Кабан помогает Своими арбалетчиками Здесь в оазисе Закрепиться И сейчас если еще катапульты Чуть-чуть поработают А они работают по Назиру Не такая простая игра Будет здесь, ребята Не такая простая Ноль экономики Если сейчас катапульты Поработают очень хорошо Они снесут башни Они снесут здания Они снесут еще, может Какой-нибудь арабский лагерь Ой, Назиру будет больно, ребята А это еще не все Это еще не конец Аббат пока что Показывает Насколько сильны катапульты Но благо Кабан атакует не того Поэтому у Назира проблем не будет В принципе Хотя нет Кабан атакует Как раз таки того Кого надо Только через жопу на левшу Ну ладно, ничего страшного Главное с этой стороны Пехотинцы пройдут А сейчас колонны такой Смы Ну ладно Он как-то очень криво бежит Здесь пехотинцы Что-то пробежались тоже Немножечко Захотели пробежаться Но особо сильно не получилось Если бы чуть-чуть поближе Арбалетчиков Ты подвел бы Кабаньо Тебе надо сейчас было бы Всечь хотя бы Барбаканных лучников В это время Аббат расстреливает К чертям собачьим Просто здесь экономику У Назира У Назира реальной экономики нет Не, он восстановится Но если сейчас Назиру Расстрелять эту экономику Еще сильнее Восстанавливаться Будет сложнее Уж поверьте мне Ему придется Очень долго восстанавливаться И да, если Аббат Не будет высовывать А Аббат может не высовывать Потому что денег-то много Он может наниматься Сколько угодно Ребят, Кабан не теряет По деньгам 8 тысячу Кабана Вот в чем прикол Самый Кабан вообще По деньгам не теряет То есть если сейчас Он просто отбивается В легкую от Калифа А у него арбалетчик Он отбивается Вообще в легкую от Калифа Привык к стандартному стронгу Сори, ребят Тут у меня ее цп патч Поэтому по 6 выстрелов Конечно же на арабского мечника То есть это будет нормально И в принципе Если сейчас реально Аббат не будет высовывать Именно с Назира То у Назира не будет экономики Назир не будет наниматься вообще То есть, соответственно Назира будет держать Аббат Но судя по тому Что здесь стоят Европейские лучники Они ничего не делают Это просто атакующие лучники Которые должны были уже сдохнуть Алгоритм атаки плохой Да, ребят И да, из-за этого Аббат нифига не делает Он просто не копит армию Следующую Поэтому Назир В принципе может восстановиться Сейчас по экономике Очень легко И да, Назир, ребят Восстанавливается по экономике Потихонечку Так что Ждем атаку Кабана Я надеюсь на Кабана Что он реально сможет Кстати говоря Уже пошла армия Калифа Вот сейчас надо смотреть На атаку Калифа Вопрос Сможет ли Кабан Или сможет ли Назир Тут сейчас будет Очень жесткая битва Аббат В принципе Он может только держать Он не сможет Ну ничего этому Назиру сделать Ну прикиньте сами Один просто Вот этот вот монах Где он? Вот эти вот монахи Уничтожаются с 4 выстрелов лучников Это бездарные войска Против лучников Вы прекрасно знаете То есть тут все зависит От вот этого мужика Если его снесут А его пока что Пока что не несут Блин Очень тяжело Арбалетчикам Против огнобалиста Очень тяжело То есть базовые пехотинцы Куда-то бегут Просто так сдохнут Я вообще не понимаю Зачем Кабан так много Выводит арбалетчиков Арбалетчики еще выведены Я надеюсь что он хоть что-то Сделает этим радским мечникам Но в принципе пока Особо сильно вроде как Ничего не получается Да наверное не получается Здесь будет дыра Базовые пехотинцы выходят У Кабана проблема ребят У Кабана реальные проблемы Просто посмотрите Насколько огромная армия идет Сколько денег у Кабана Тут деньги у Кабана закончились Мамма миа Деньги у Кабана закончились Да вы серьезно что ли Ну пока он более-менее Этих арбских мечников избивает Но к нему бежит еще орда Арбских мечников И вопрос Арбалетчики не могут защитить Вообще никак Да ладно Да ладно Как У него был миллиард арб Как У него был Ну реально Вы мне скажете Что если бы тут было по 3 Он бы не убил Да соглашусь Но и по 6 он бы не убил У него арбалетчиков Вы видели сколько было Они не стреляли Вообще То есть вот этот замок Кабанай За вот этой вот Непонятной перегородки Настенной Они не стреляли Блин Ребят А все Ну как бы Ну это победа Двух арабов Только что Калиф Затащил катку Своим арабом Своей команде Только что Калиф Соло это сделал Назир еще не развивается И Назиру еще будет Очень тяжко развиваться Но тут европейские лучники Все дела Но ребят Вы же понимаете Что теперь Калифа Ну как бы С такими вот деньгами Не снести А если сейчас Атаканет Калиф Аббата Он даст время Назиру на развитие Назир разовьется Чуть-чуть И поможет потом Убить его Я думаю Мы знаете что делаем Я думаю мы Ускоряем это Потому что Ну это реально победа арабов Все Тут я не вижу больше Вот врать вам не буду Конечно Надо быть прям Беспристрастным Комментатором Все дела Но здесь я больше шансов Не вижу для Аббата Ни единого шанса Я не вижу Мало того Что он будет проходить Армии через Назиру У которой здесь Миллиард лучников Он не убьет Калифа Один на один Чисто физически Он не убьет Калифа Ну как вот это Вот убить Что этот Калиф Делает 419 армии Что этот Калиф делает Я не изменял ему ничего Это стандартный Калиф Сколько у него мечников Иди вон Калиф соло Ребят Он атакует Это смерть Это смерть Он просто атакует Это прямо сейчас смерть Он просто слил игру Я думал он будет атаковать До упора Но из-за того что Европейские лучники Стояли здесь Они не атаковали Не мог аббат Держать своего Назирчика Не трогай Короче Я должен быть сильным Это песец И да ребята Атакует Назир У него деньги закончились Поэтому он атакует Только из-за этого И да Он полностью восстановился Все Экономика у Назира восстановлена Ему осталось только восстановить замок Это не проблема Поверьте Он сейчас накопит деньги с этой атакой Он восстановит замок Мгновенно То есть вы можете посмотреть Вот уже башня восстановилась Это он не восстановит Но похуй Это все что вам нужно было видеть В остатке мечники арабские В принципе с монахами Бьются неплохо Но вы знаете что И монахи бьются неплохо Так же Тут минус трипочтительности Еще маленькая проблема Нет никаких арбалетчиков Поэтому Я вообще без шансов Подожди Сейчас замок Еще Назира выпалится Ой Назира Аббата Даже если он сейчас Ничего не сделает То Ну 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 Не не сделал Не 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 Но замок Нахрен весь выпаливается Это минус аббат ребята Минус аббат Все Вот теперь Это точно конечное Сейчас с этого Да церквушечка подпалилась Церквушечку никто не затушит Подпалились оружейки Подпалились Пивоварки Подпалилась Мастерская стрельника Подпалились Все церквушечки Которые имеются Ладно внутренний замок затушил Окей Еще может быть какие то шансы будут Но скорее всего рынок должен подпалиться Нет рынок не подпалится Подпаливается Каменная казарма Каменную казарму потушили Или нет Нет не потушили Потушили Ладно От пожара он более-менее избавился Но поверьте мне Это очень сильно затормозило аббата Плевать на деньги Денег у него будет масса Просто его это очень сильно затормозило Я теперь жду Атаку Калифа Но я думаю что скорее всего Здесь будет атака Назира Сейчас одна И потом атака Мести Назира и Калифа Я не думаю что Калиф Будет прям Синхронизироваться Прямо сейчас У Калифа 400 армии было Ребят Он не будет Нахрена Он не будет синхронизироваться Он сейчас накопит просто Ультимативную армию И закончит этого аббата Не ребят я не верю в аббата Серьезно Ну вот Хоть бы это Я не верю в аббата Вот вообще Все Закончился аббат Все Это его поражение Калиф атакует Калиф синхронизируется Ладно Возможно это и правильно Немного мечников Да 228 всего лишь атаки Но Калиф синхронизируется И он кстати говоря эти деньги успеет С сырья Плюс нефть Восстановить Да у него еще если что напоминаю Есть пивоварки Так что там популярность Более менее Ну и да Там что-то с оазиса иногда приходит Ему там всякие яблочки То есть он с налогов Восстановит эти деньги В легкую Вообще Ну и плюс сырье То есть у него все нормально Блин аббата такой Твою мать Аббат зачем ты Это Зачем ты это куш Ладно Ассасимов они в принципе Более менее эти лучники выглядят Ну хотя бы чуть-чуть конечно же Это необходимость Но Это Все И у аббата Нет армии на оборонку Он ее даже не нанимает В принципе То есть как бы Ну по факту Аббат дал закончить игру Немножечко быстрее Чем это должно было произойти Ну ладно Арабские мечники здесь На месте Здесь еще и ассасины на месте Ассасинов особо сильно Конечно же Ну перестреливают Но не перестреляют всех Я так думаю Поэтому придут сейчас арабские мечники И они закончат это дело Потому что здесь у нас как раз таки Еще монахи идут дополнительно Напрягающие Ну или атакующие Не знаю Они просто наверное не успели Здесь конечно же Эти монахов быстро все поперемеют Все кому не лень Не трогну Я должен быть сильным Ну и все И мы просто ждем пробития стен Я думаю И это будет конец Нет Армии не хватает Армии до конца не хватает Приходит конница конечно Но армии до конца не хватает Снова выпаливается замок Аббата Блин Ну вот из-за того что Калиф не может нормальную армию накопить Я думал Он будет синхронизироваться Не нифига Лучники выходят Снаружи Внаружи Блин я не знаю Тут сейчас если лучников выпалят А ребят А может быть сейчас крестьян выпалить Лучников выпалить Надо просто внутренний замок Чтобы сгорел А внутренний замок нифига не горит А вот он пошел гореть наконец-то Вот они два здания Сейчас будет гореть костер Костер крестьянский сгорел Все ребята Костер крестьянский сгорел Сейчас будет гореть еще лучники дополнительно Лучники которые пришли вниз на крестьянский костер Тоже пригорели Здесь лучники выбегают Просто горят мягко говоря Ну как бы да Аббату сильно замедлили Но вопрос лишь в том Что будет Блин я все говорю Они выиграют 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 Они не могут выиграть Нужно чтобы Калиф накопил ультимативную силу А не 228 Нужно Калифу ультимативную силу Смотри сколько у Назира денег Все Назир восстановился Ему насрать У него сейчас деньги будут просто прибавляться В миллиардном соотношении Эту битву слил Кабан Вот этим вот своим То что у него арбалетчиков миллион Он должен был отбиться Как он не отбился Я не понимаю Он должен был отбиться Но он атаковал недавно Там еще очень много арбалетчиков Было слито снизу Как вы помните Так что Так что да Так что да Ждем атаку Калифа и Назира Наверное опять синхронизированную Ну Калиф кстати говоря Хорошо нанялся Так что Это будет синхронизированная атака Точно Ну Калиф очень хорошо нанялся Кстати говоря Очень хорошо Дает и Назир Калифу наняться И в принципе и сам Нанимается более-менее Этот пошел атаковать Калиф еще не пошел атаковать Заметьте Калиф нанимается Калиф не атакует Калиф нанимается Я надеюсь что это будет не синхронизированное Калиф видимо Догадался о чем-то Хотя это всего лишь алгоритм Он видимо о чем-то реально догадался Такс У нас пошли ассасины Пошли напрягающие осадные орудия Еще остались у Калифа Напрягающие осадные Серьезно? Да как? Ну впрочем это не важно Калиф атакует на 324 армии Это уже лучше Это уже плюс 100 мечников Ребята Ну ассасинов Конечно понятное дело Вы сейчас увидите Как они умирают Но блин Против лучников Конечно же ассасины Влегко умрут Но там Калиф Тут еще у нас армия Есть конницы Но это бакаповская конница Как только замок откроется Она сразу забежит И вовнутрь Будет уничтожать всех По полной программе То есть она переманит Огонь на себя Ассасины конечно же Не помогут Ассасины будут просто Вдохнуть Но при этом сейчас Назир закончит свою атаку И Назир начнет Наниматься в новую атаку А Калиф в это время Будет атаковать И после этого Назир по идее Должен будет закрывать Калифа Надеюсь Ну потому что Назир Должен будет атаковать Так посмотрим Что будет делать Калиф Потому что это реально Очень интересно Появляется одна Где моя баллиста Здесь появляется Катапа Одну огневую баллисту Еще куда он слил Что я одну огневую баллисту Или она здесь А здесь стоит Ладно окей Катапа пока едет О да ладно Они разбомнили замок почти полностью. Ассасины. Всего лишь ассасины. Атакует как раз-таки дополнительно монах. Окей, монах атакует. Ну, как бы, а толку от этого? У тебя арабские мечники просто идут. Посмотри, сколько их идёт. Нафига ты атакуешь? У тебя просто арабские мечники вон рылом идут торговать. Их реально много. Ну, блин, 50 стрел просто. Да, тут арабский мечник ещё половина пойдёт на вот этих вот монахов, которые просто её изничтожат. Просто о чём-то их захочут. О чём-то их изничтожат. Ну, ладно, ничего страшного. Главное, что Назир сейчас нанимается, кстати говоря, в атаку. Поэтому Назир будет после этого ещё, надеюсь, атаковать. Да, тут, конечно, сильно арабские мечники пострадают. Но, извини меня, арабских мечников всё-таки я скажу нормальненько. В принципе, лучники-то поубивали. Это минус вся армия, абсолютно вся армия, которая имеется у господина Абата. Но вопрос, лишь том, пробьются мечники. Мечники-то пробьются. Здесь вообще никого нет. Должны пробиться. Ну, это стандартный расстрел Абатов. Абатов. Стандартный расстрел Абатов, ребят. Как только конница подойдёт, ну, то есть, наоборот, как только мечники пробьются, конница подойдёт. А Назир-то нанимается, ребят. А Назир нанимается, он может продолжить. Он может просто продолжить. Атак. Мечников очень мало, но тут есть конница, которая подойдёт прямо сюда. Ребята, а у нету, у Абата, армии. Это баг, походу, на вот эти вот каменоломные. Не-не-не, подожди-подожди, конница бежит, конница переманивает весь огонь на себя. То есть, в любом случае, сейчас блокируется полностью крестьянский костёр. Заходят сюда все мечники, но мечников недостаточно. Блокируется полностью крестьянский костёр. Это огромное-огромное как раз-таки преимущество. Что там у Назира? Назир идёт прямо сейчас? Назир, 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 давай, Назир. Ну же. Бегут рабы. Нифига. Убили всю конницу, рабы ничего не смогут сделать. Всё, закрылся. Как? Ты держишься? Калиф, ну накопи ты уже, давай, просто ультимативную. Как ты кабана убил 400 армии. Давай, ультимативную прям. А то получается, что как-то, ну, как-то ну получается. Вот именно. Калифа очень много денег. Очень много у Калифа денег, ребята. Нет. Не, сейчас Назир придёт, но тут, блин, Аббат опять накопил армию. Я не знаю, сколько они будут... Смотри, Калиф атакует. Они синхронизируются. Сколько у Калифа? 343. Ну, тут не так уж и много. Очень много рабов, я так понимаю. Да, очень много рабов. Рабы поумирали. 296. Ну, тут ещё рабы есть. Скорее всего, это на прокопку рва. Короче, ребят, не так уж и много теперь армии у Калифа. То есть, мечников тут не плюс 100. И тогда было тоже не плюс 100. Там было буквально плюс 20, наверное, плюс 10. Рвы с нефтью выпаливают ассасина. Это кайф. Потому что теперь идут мечники. А мечники, которым без рва с нефтью, ну, тяжеловато отбиться. Бегут рабы копать рог. Чё-то выпаливается замок у господина Аббата. И идут мечники. Мечников реально много. Огромное количество мечников. Надеюсь, что мечники, в принципе, смогут хоть что-то сделать. Башню они закроют. Точно. Не знаю, как эту башню. Ту башню верхнюю закрыли. Сейчас ещё угловую башню здесь закроют. Угловую башню здесь закроют. Не знаю, это закроют или нет. Это особо сильно не важно. То есть, огромные просто ресурсы улетучиваются. Очень сильно у Калифа улетучиваются мечники. Но при этом у Абата тоже улетучиваются баллисты. То есть, они не могут против мечников сражаться. В любом случае, мечникам нужно всего лишь пробиться. Ну, не будет же он вечно сдержаться, ну. Да, ну, не поверю я. Стена вот здесь почти открыта. Да, открыта стена здесь. Все мечники идут. Прибегает ещё дополнительно конница. Конница очень сильно огонь на себя выманивает. Но, ребят, насколько же много монахов. Насколько же много монахов. Не-не-не-не-не-не-не. Нужна ультимативная Калифа. Калиф не хочет ультимативную. Они пытаются забрать каким-то просто непостижимым, чудесным образом. Ну, это уже смешно. Это сейчас будет бесконечная битва, да? То есть, они реально Абата не могут пробить. Из-за того, что у него масса денег, масса армии и вот этих вот дешёвых. И это очень сильные войска. Из-за того, что нет лучников. Ну, и осадных орудий почти. У них там буквально огневые баллисты. Это всё фигня. Вообще ни о чём осадные орудия. Подпаливается с помощью рабов, которые идут от Калифа. Калиф подпаливает, когда идёт атака. Замок пробит. Калиф бежит просто палить всё, что видит. То есть, это очень круто. Все лучники почти были перебиты. Атака господина Абата закончилась. Смотрю сейчас на Калифа. Калиф, в принципе, пытается наняться. Назир будет атаковать, я думаю, когда у него будет 300 с чем-то там армии. То есть, Калиф, я думаю, наймётся прям. Там наймётся прям. Надеюсь, что наймётся прям. Я надеюсь, что будет у Калифа 400 здесь число, 420. Калиф снова атакует. Ну, ё-моё. Ну, с одного боку ладно. Это уже неплохо. Потому что сейчас Калиф как раз-таки тогда с своими мечниками разберётся. И после этого придут ассасины. Вот. Вот теперь, может быть, действительно что-то изменится. Нужно, чтобы мечники сейчас пошли, всё на себя проторговали. Ну, тут и ассасины просто ещё должны туда подойти. Блин, опять ассасины идут. Ну, чёрт подери. Ну, не должны ассасины опять идти. Тут как раз-таки мечники должны были только выпалить всё абсолютно. Попробуют разбить что-либо. Потому что очень много ассасинов просто так теряется. И мечников тоже. Что нафига? Ну, зачем? Ёкарный бабай, но вы его не убьёте сейчас даже. Там слишком много армий. Это невозможно. Я просто тогда увеличиваю скорость. Потому что, ну, сейчас они его не должны убивать. Никак. Никак они его не убивают. Никак. Из-за того, что просто выпалились вот здесь вот. Там больше 50 юнитов выпалилось. Если не больше. Ну, 50 я имел в виду. 50 и более. Они Аббата закончить не могут. Вдвоём. Они закончили Кабана, но они не могут закончить Аббата, ребят. Мда. Мда. Ну, я ещё надеялся, что у мистера Аббата будут проблемы с пожаром. Но он очень хорошо вытушивается, кстати говоря. Он дважды вытушил себя. Хотя ему там прям замедление очень дикое по экономике сделали. Ну, там не только по экономике. Там даже по найму сделали дикое замедление. Видите, Аббата атакует. То есть у него всё нормально. В порядке по крестьянам, как вы понимаете. И да, он атакует Калифа. И особо сильно это вообще никак не увенчалось успехом. Тут единственный шанс был, это Кабан. Ну, ещё Змей. Змей реально очень много лучников посылает. Он прям настолько Калифа жёстко напрягает. Плюс, если там какие-нибудь пехотинцы. Не, ребят, это очень сильный бот. Что Змей, что Кабан, это очень сильный бот. Но что-то с оборонкой. Ну, там просто на Калиф... Просто Калиф ультанул. Я не знаю, как это по-другому назвать. 400 с фигом армии. Он просто ультанул. Он не хочет здесь ультовать. Здесь почему-то 340 атакует. Калиф, 420. Возьми, атакани. Всё, 420 армии. Чё сложного? Так же, как и Кабана. Ты Кабана вынес... Получается, случайно вынес Кабана. Только потому, что ты нанял 420 и ультанул. И сейчас не хочешь ультовать. Ну, что за фигня, ну? Он не победит никак. Тут только могут арабы победить. Он никак вообще не победит. Я не вижу ни одного шанса. Смотрим, что делают рабы. Ну, рабы тут потихонечку бегают. Вроде как защищают. Пытаются азен с настроения. Но Кабан... Ой, Кабан говорю. Калиф их выкапливает для того, чтобы потом послать. То есть сейчас, в принципе... Ну, не так уж и много, да? Тут 330 армии. Но тут рабов где-то около 60. Так что это всё полная дичь. Тут надо 420. Тогда будет у него хорошо. Ну, именно даже с рабами 420. У Назира, кстати говоря, 400 армии. Ребят, не атакуйте вместе. Не атакуйте вместе. Сейчас нужно, чтобы Калиф накопился. Аббат, кстати говоря, не атакует. Назир атакует. Э, Калиф вместе с ним. 470. Ну, не так уж и много, конечно, 370, ребят. Потому что это минус 50 мечников, по сути. Но если вы посмотрите на количество мечников сейчас... Скажу я вам, от такого отбиться достаточно сложно. Не, ну, если, конечно, вот здесь вот вып... А-а-а, аббата такие. Ребят, если вот здесь вот выпалится армии половина, ну, тогда да, тогда да. Тогда будет разговор коротенький. Да-эм. Ассасины сейчас просто сосут улучников, мягко говоря. Прибегают рабы. Рабы тормозят очень много пехоты аббатовской. Абатовская пехота, естественно, прям сейчас будет ухониться немножечко... Так, все ассасины нахрен сгорели. И еще ассасины нахрен сгорели. Ну, ладно. Ну, короче, в общем, монахи взяли у конницы проглот. У него уже нет армии. Да, он ее будет нанимать, но у него армии нет. И если сейчас Калиф с Назиром не закончат, то я не понимаю тогда, когда они закончат. То есть рандом какой-то хреновый реально для Калифа и для Назира. В принципе, подожди, они походу заканчивают. Наконец-то бегут ассасины, бегут огромное количество мечников. Ну, это без шансов. Наконец-то они закончат. Все, ребят. Ой. От Назира. Кабан слил. Кабан слил. Я ожидал от кабана здесь больше. Ну, то есть, а теперь вы примерно понимаете, что произошло бы, если бы я поставил бы Крысика или, там, например, Филиппа. То есть, заместо кабана и змеи просто поставить Крысика и Филиппа. Это бы закончилось бы еще раньше. Намного. Там бы, возможно, даже Султан выжил бы. Ой. Я в шоке с того, что сейчас произошло. Аббат был готов камбэкнуть. То есть, если бы войска Аббата, ну, именно лучники, имеется в виду, сдохли бы немножечко пораньше, Назир бы не нанимался от слова совсем. Армия Калифа. 400, мать его, 24 армии. Или сколько там ее было? Ну, вы помните. Это кошмар. Ребят, вот этот, вот этот вот гений, пустыня, лучший, как говорится, самый горячий повелитель пустыни, это просто гений. Он MVP этой игры. Серьезно, MVP этого боя. Это просто, муа. Какой-то там Калиф без экономики, без всякого говна. Просто берет 420 мечников с барского плеча, хлопся на кабана отправляет. Кабан умирает. Кабан не умирал там. То есть, он сейчас, ну, как это я вижу. Вы видели, сколько Калиф атаковал? Там 360, 300, там, 30, да, 300, там, 20. Если бы Калиф атаковал бы так кабана, Кабан бы отбивался от каждой. От каждой, да и 400 он тоже подбил бы чуть, поверьте мне. Просто там арбалетчики очень хреново стояли. Все равно он отбил бы. Я бы это отбил бы лично. Таким количеством арбалетчиков это невозможно было слить. Да там пехоты был миллиард. И по итогу получается так, что у нас Калиф атакует миллиардом армии. Вот этот вот мужик просто атакует миллиардом армии кабана. И если бы он не атаковал бы этим миллиардом армии кабана, Кабан бы выжил. Естественно, у Аббата тогда, если бы лучники здесь сдохли бы как можно быстрее Он бы напрягал Назира Назир бы ничего со своей сырьевой экономикой сделать не мог бы Потому что у него слишком экономика зависимая от пекарен То есть Назир сидел бы с нулем, не нанимал бы ничего А он бы хотел нанимать своих арабских лучников, которые защищают Оазис А Кабан бы потихонечку трахал бы Калифа И он бы трахнул Калифа серьезно Ну тут с помощью, естественно, немножечко Аббата И он бы трахнул Калифа Калиф по деньгам бы, в конце концов, вышел бы в ноль Ну и все, и игра бы закончилась по пользу Крестоносцев Как вы понимаете, реванш здесь был бы хорош Но это нужно вот эти условия соблюсти И вы понимаете, что эти условия соблюсти в Стронге Из-за того, что рандомность здесь существует очень большая, нереально Но будем считать, что за счет того, что есть сильный Назир, а здесь сильный Кабан Все равно слабые арабы оказались сильнее На этом все, с вами был Роджо Я надеюсь, что вам, ребятки, понравилось Потому что мне битва действительно понравилась Я немножечко пригораю с этой битвой Потому что мне бы хотелось увидеть, как Крестоносцы Но они победили, блин Ну какой Калиф 420? Вы издеваетесь, серьезно Но результат перед вами Все, ребят, пока-пока Надеюсь, что вам понравилось И еще раз не ленись и подпишись на канал И удачи, до следующего ролика Субтитры создавал DimaTorzok And they want no drink nor money Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok